Черный день в истории отношений двух стран. Между Турцией и Нидерландами разгорелся громкий дипломатический скандал. Власти королевства не пустили в страну членов турецкого правительства, которые намеревались накануне важного референдума выступить перед соотечественниками, живущими в Европе. Самолет у главы МИДа отказали в посадке, а затем развернули кортеж министра по делам семьи. Следом стороны конфликта разразились резкими заявлениями и угрозами. Все это сопровождалось массовыми протестами и стычками с полицией в Роттердаме. Иван Прозоров расскажет больше. Конная полиция, дубинки, водометы так разгоняли тех, кто освистывал голландских политиков. Сотни турок, что живут в Нидерландах, собирались на митинг с участием главы турецкого МИДа Мивлюта Чавушаглу. После отказа в посадке его самолета многие протестовали до глубокой ночи. У Мивлюта Чавушаглу европейское турне выступает в поддержку изменений турецкой конституции. 16 апреля референдум по внесению поправок, которые существенно расширяют полномочия президента. А в Старом Свете миллионы представителей турецкой диаспоры с двойным гражданством и правом голоса. Однако власти Нидерландов сочли такую агитацию неуместной. Встречу запретили с формулировкой из соображений безопасности. О какого рода безопасности идет речь? То есть министр иностранных дел Турции террорист или граждане нашей страны, с которыми мы должны были встретиться, являются террористами? К сожалению, европейские страны, в особенности Нидерланды, все больше напоминают Европу во время Второй мировой. Те же расизм, исламофобия, ксенофобия, антисемитизм. Голландцы не первые, кто мешает турецкой агиткомпании. В начале марта в Германии отменили четыре встречи местных общин с министрами и администрацией Эрдогана. По похожим причинам. Тогда Чевушаглу ограничился критикой. Запрет же голландцев попытался демонстративно проигнорировать. Заявил, что в любом случае полетит в Роттердам и пригрозил Нидерландам санкциями. Власти королевства не разрешили самолету приземлиться. Турецкий министр не должен вести агитацию в Нидерландах, среди граждан нашей страны. Даже если у кого-то из них есть турецкие паспорта, они в первую очередь граждане Нидерландов. Нам было очень трудно вести диалог с турецкой стороной. И в конце концов, нашей стране начали угрожать санкциями. Естественно, мы не будем вести переговоры на таких условиях. Дальше, как снежный ком, в Роттердам на машине попыталась прорваться коллега Чевушаглу. Министр по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Саян Кая. Кортеж остановили голландские полицейские. Я войду в консульство. Это здание принадлежит моей стране. И я министр. Так не делается в международной политике. Я не принимаю этого. Политиков выдворили из страны вместе с турецкими журналистами и объявили нежелательным иностранцем. Реакция президента Эрдогана была резкой. Вы можете остановить самолет министра иностранных дел. Но давайте посмотрим, смогут ли теперь ваши самолеты летать в Турцию. Конечно, я говорю о вопросах дипломатии, а не о гражданских рейсах. Мы ответим симметрично. Они ничего не смыслят в политике и дипломатии. Они не постоянны и трусливы. Это пережитки нацизма и фашизма. Конечно, в наш адрес прозвучали безумные высказывания. Понимаю, что турки рассержены, но это переходит все границы. Нашим контактом с Турцией уже сотни лет. И сегодня не лучший день в истории наших отношений. В Нидерландах, уверяю, их страна не место для предвыборных собраний других государств. В Турции говорят о нарушении принципа свободы слова. Политологи уверены, если в ближайшее время не разрешить конфликт, он может перерасти в затяжной кризис. На фоне и так растущих разногласий Турции с Евросоюзом, в том числе по вопросам мигрантов. Кстати, после отказа Нидерландов самолет министра Мевлюта Чавашаглу благополучно приземлился во французском городке Мец. Его власти не намерены отменять встречу с местной турецкой диаспорой. Иван Прозоров, Андрей Манко, Андрей Кириллов, Первый канал.